МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытие летних мест отдыха жители республики ждали с нетерпением. Первый этап снятия ограничений позволил заработать летним кафе и верандам на свежем воздухе. Переход к третьему добавил к ним уличные аттракционы. Одно из самых притягательных мест отдыха в Чебоксарах – Красная площадь. После масштабной реконструкции она преобразилась до неузнаваемости. Площадка для романтиков, кафе на самом берегу Волги, светомузыкальный фонтан. Большим спросом у гостей пользуется колесо обозрения – более 700 человек в день. Места отдыха открылись, безопасность их посещения выросла вдвое. Линии разметки для соблюдения дистанции – только часть условий работы. Для соблюдения по противодействию ковид-19 все посетители у нас перед входом в кабины обрабатывают руки. Допускаются только те, которые имеют маски. У кого нет собой маски, мы представляем одноразовые. Желающие прокатиться на этом аттракционе должны обратить внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Тщательной обработке должны подвергаться кабинке. После каждого использования дезинфицироваться стол, поручни и дверцы. За соблюдением мер предосторожности сотрудников следят организаторы самого аттракциона. Все сотрудники с утра у нас, перед тем, как начать работать, мы мерим температуру, ведем журналы. Если температура повышенная, то мы опускаем домой. Посетители такие меры безопасности поддерживают. Посмотрите, что делает молодой человек. Если из кабинки вышли посетители, он ее обрабатывает спиртом просто сверху донизу, протирает все поверхности, закрывает и вообще никого не пускает в эту кабинку. Она едет пустая. То есть все это должно обработаться на протяжении целого круга. И садится клиент, посетитель этого колеса обозрения, в абсолютно чистую кабинку, абсолютно стерильную. Мне кажется, там не то что коронавирус, там вообще ничего нет. Ни бактерии, ни бациллы. Не страшно. Меры предосторожности не мешают хорошему отдыху и не портят впечатление, отмечают гости. Чудесно. Вы знаете, открываются отличные виды на город. Мы прочитали выложенную надпись на дамбе, что Чебоксары и жемчужины России абсолютно соответствуют. Очень красивый город. Много воздуха, много света, много пространства. В моем городе, в нашем городе, к сожалению, этого нет. Да, мы из Подмосковья, Сергей Пасад. Очень плотная застройка. Мы рады, что приехали к вам в гости. Что может быть лучше, чем в летний солнечный день прокатиться с ветерком, считают любители велоспорта. А если велосипеда нет, то его можно взять на прокат. Но и здесь нужно обратить внимание на то, как организована работа. Есть ли антисептики и проводится ли обработка транспорта после использования. Мы буквально пропитали антисептическими растворами наш велопарк. Все контактные места обработали антисептиками. И сегодня вошло уже в некую привычку. Это стало неким привычным алгоритмом обрабатывать после каждого посетителя наши велосипеды. Соответственно, каждому нашему гостю мы тоже предлагаем обработать руки растворами. В общем, все рекомендации санитарных врачей мы, конечно же, стараемся соблюдать. Соблюдать все необходимые требования готовы и сами любители велоспорта. Безопасность – это прежде всего. Надо соблюдать дистанцию, соблюдать порядки. Безопасности здесь уделяют большое внимание. Рядом федеральная трасса, которая может стать причиной несчастного случая. Мы обязательно каждого гостя инструктируем о том, что там, где есть пересечение с проезжей частью, надо быть особо внимательным самому, придерживать детей, если это пришла семья. Самый большой в Чебоксарах парк Амазония собирает в одном месте тысячи жителей республики. Это целый этнокомплекс для семейного отдыха, где каждый найдет развлечение по душе. Но, наслаждаясь отдыхом, нельзя забывать про меры безопасности. Необходимо следить за тем, есть ли линии разметки перед аттракционами, кассовыми зонами и иными объектами парка. Ведется ли обработка антисептиками и надеты ли маски на сотрудниках парка. Перед каждым аттракционом установлены санайзеры. Проводится обработка рук. Рекомендуем после использования услуги обработать руки. Следить за тем, чтобы дети обработали. Весь персонал находится в масках. Проходит ежедневная температурная контроль. Учитываем любые признаки. Если появляется простудная, какого-то немедленно отстраняем от работы. Ведем соответствующий журнал. Ведем разъяснительные беседы. Везде напоминания о том, что необходимо соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию. С этого года ужесточились требования гостехнадзора по соблюдению мер безопасности использования самих аттракционов. И этому здесь тоже уделяют особое внимание. Мы с гордостью, могу сказать, первые в республике получили талонный допуск аттракционов к работе. Это уже сам показатель того, что гостехнадзор проверил все объемлющие, все технические параметры, параметры безопасности всех аттракционов. И, соответственно, выдал разрешение. Инструктаж по технике безопасности проходит. И инструктора проходят, и техническое свидетельство на каждый день проводится с утра перед запуском работы. То есть в этом мы уделяем самое пристальное внимание. Требования гостехнадзора необходимо соблюдать всем паркам и местам отдыха республики. Без специального разрешения их работа невозможна. Проверку же соблюдения мер безопасности для недопущения распространения коронавируса в регионе контролирует Роспотребнадзор Чуваший совместно с прокуратурой. За несоблюдение мер безопасности – штрафы. Специалисты управления, как и прежде, приняли участие в рейдовых осмотрах. Всего 285 объектов осмотрено. Это и торговля, общественное питание, в том числе летний кафе, фортимаркские аптеки. Выявляются нарушения. Также обследован парк Амазония, 50-летие города Чебоксара с аттракционами. Историческая зона центрального входа, спортивная зона, кафе, гриль-бар. Нарушения в этих объектах не установлено. Горожане к мерам предосторожности относятся с пониманием. И с готовностью их соблюдать. Ждали, пока парк отправится. С нетерпением. В общественных местах носим маски, обрабатываем руки. Но соблюдаем дистанцию. Близко к людям не подходим. Больше всего открытию парков и работе аттракционов радуются дети. Об этом они мечтали все лето. Когда еще все было завтра, хотелось в парк. Теперь все открылось. И можно ходить в парке. Все всякие разные. Это интересно и круто. В парке Амазония можно не только прокатиться на аттракционах, но и посидеть в кафе, потанцевать на свежем воздухе и заняться спортом. Мы много тренируемся, много танцуем и немножечко даже поем. Поскольку сейчас спортивные мероприятия под открытым воздухом в качестве тренировок не запрещены. С соблюдением всех необходимых условий. Люди добросовестно относятся к этим условиям. Народ соскучился. Это чувствуется в ритме движения их тел. Это чувствуется в духе и в атмосфере происходящего, кстати, на этом самом месте. И, вы знаете, читается в глазах. Хочется больше танцев, больше песен. Мы очень надеемся и очень рассчитываем, что вскоре они станут нам ближе и доступнее. Ближе и доступнее для жителей республики становится все больше мест отдыха и досуга. В ближайшее время должны открыться театры и кинотеатры. Но главное остается неизменным. Безопасность превыше всего.